И снова он здесь, в приюте красоты и вдохновения. Уже много лет подряд он приезжает в этот старинный дом, или, вернее сказать, старинную усадьбу, названную при рождении ее создателем и владельцем, академиком архитектуры Алексеем Николаевичем Бикетовым, Бардерея, весенняя долина. И какое бы время года не поднималось по крутым ступеням, заглядывает ли оно в окна жаркими лучами, бьется ли в оконные стекла злыми порывами ветра или холодными струями осеннего ливня, оно не в силах заглушить в душе каждого вошедшего, поселившуюся в ней весну. Что уж говорить о художнике, чьими чувствами по праву распоряжается муза прекрасного. Ей единственная дана способность повелевать талантом. Иной медицинский работник обязан заглянуть в душу человека, а художник, ну, просто тоже обязан заглядывать туда. Правда? Вот вы, когда у вас есть такая минута спокойствия, и вы пытаетесь заглянуть в свою душу, а она все-таки вам ближе, вот что вы в ней находите созвучного вашему разуму? Что я там нахожу? Ну, вообще, в жизни я достаточно такой человек энергичный. А вот когда я остаюсь один на один с природой, ну, тогда вроде бы как и душа раскрывается. Полное спокойствие, чистый воздух, прибой морской. И мне тут же хочется это написать, потому что вот это вот и происходит созвучие, внутреннее с внешней. Алушта – город детства Артема Пучкова. Его первая персональная выставка состоялась в любимом городе. А в доме музея Бекетова впервые его работы были выставлены 20 лет назад. И с тех пор, какие бы дальние пути не водили его по белу свету, свои новые полотна живописец непременно показывает алуштинцам и гостям города. И вот экспозиция, ставшая итогом 20 творческих лет, получившая название «Мой путь». Так просто и все-таки не совсем просто, если вдуматься, что путь-то ваш, в общем-то, как у каждого художника нелегкий. Так ведь? Какие-то были свои трудности, какие-то свои перевалы, что вы должны были преодолеть. Вот каков он, ваш путь, как вы считаете? Вот какой сам человек, такой у него и путь. Перевалы, они только как бы физические такие перевалы. Перевал там Ротанг на Тибете или Жара, Иерусалима. Ну это немножко как бы не то, о чем можно говорить, что это очень сложно. Я от этого всего получаю удовольствие. Я и турист, я и исследователь, я и испытатель. Все в одном. Ну и естественные этюды, всегда с собой краски и кисти. На этой выставке нынешней вдой музея Бикетова есть какие-то новые работы? Или вы хорошо прошлись по своему творчеству и какие-то выделили, чтобы сюда привезти? Есть новые работы, которые еще нигде не экспонировались. Это работа, допустим, «Цветы Тибета», монастырь Ла-Майюри. Самый высокогорный монастырь. Там 4 с чем-то тысячи метров над уровнем моря. А впереди я написал мальвы. Мальвы там тоже растут, но я их сделал много специально. «Цветы Тибета», да? Это цветы, опять же, тем людям, тем аскетам и вообще человеческому духу. Вот новая работа. Две израильские работы тоже новые. Они нигде не экспонировались. Работа «Гора Блаженств», где Христос сказал свою Нагорную проповедь. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное». Художник как раз приверженец классических традиций, поэтому вписывается абсолютно в наш дом. И появившись здесь случайно в 1994 году, то есть вот так организовали первую выставку. Артем Пучков, в смысле, художник. Артем Пучков появился, художник здесь. Но потом 20 лет прошло, и мы с ним уже не расставались. Его картины участвовали во многих выставках наших в течение 20 лет. И также 5 персональных выставок состоялось. Очень интересная выставка была после первого путешествия в Гималайи, когда он только вернулся, и первые работы экспонировались в наших залах. Тогда это был тоже очень интересный праздник. Тогда съехались друзья и даже те, кто в Индии в свое время был. И у нас был интересный концерт, и выставки, открытия, и общение с художником. Об атмосфере Бекетовского дома Александр Блок писал. «Гостеприимство стародворянское, думы светлые, а чувства простые и строгие». Давно минуло то время, но дух его остался жить в стенах этого дома, который, кстати, полностью сохранился вопреки всем вековым катаклизмам. И потому так вписались в его ауру картины Артема Пучкова, его живописная планета, в которой с многоликим Крымом соседствуют произведения, рожденные впечатлениями от других мест. «Странствующим философом» называют искусствоведы художника. А профессор Российской академии живописи воянеизучества Ильи Глазунова Нина Геташвили, отзываясь о творчестве мастера, говорит, «Реальный мир на полотнах Пучкова огражден от случайности розчерка, от мишурного блеска, от лишних, а потому безвкусных подробностей. Он благороден, классически выдержан даже в работах этюдного плана, несущих в себе свежесть первого взгляда». Артем Юрьевич Пучков – автор более 40 персональных выставок. Его работы экспонируются на различных площадках в Москве, в том числе в залах Третьяковской галереи современного искусства, в Центральном доме художника в Манеже. Он давно уже стал крымчанином, хотя родился в Томске. В Симферополе окончил художественное училище имени Николая Самокиша. «Вы, наверное, помните, что когда-то писали в своей автобиографии, или, может быть, сказали где-то в интервью, мол, я родился с карандашом в руках. Я надеюсь, сразу с цветным карандашом?» «Да, точно я такое говорил. Почему я такое сказал? Потому что мне мама всегда говорила, что с тобой было очень удобно, как с ребенком, потому что тебе надо было просто дать в руки или карандаш, или кусок пластилина. И все, и уже тихонечко он сидит в углу и никого не тревожит. Поэтому постепенно я стал говорить, что родился с карандашом в руках. Но на самом деле, сколько я себя помню, я всегда рисовал. Я знаю, что вообще вашим руководителем художественным был замечательный художник, архитектор Шауфлер. И вы 15 лет подряд с ним и с этюдником ходили очень рано, куда? В горы, к морю? Да, мы... Каждый суббот и воскресенье он меня ждал на автовокзале. Я тогда был маленький мальчик, приезжал туда с этюдником. И мы ехали, куда, как говорится, глаза глядят, то в Красной пещере, то на ЮБК, Лушта, Ялта всегда, или в Бахчисрай вдруг. Ну, и он меня учил в пленэру акварельной живописи. Ну, самое главное, много дал уроков рисования, потому что он шикарный рисовальщик, я считаю. Он просто прекрасный. Я думаю, что лучше его-то и нету в рисовании. Рисунок у него попытался немножко перенять. Ну, а по большому счету он еще дал очень много положительных моментов в жизни. Это отношение к искусству как к какому-то, все-таки, космополитическому акту. Во многих странах мира любуются полотнами крымского мастера, а он продолжает свой путь в неведомое. На Востоке существует понятие созерцания, говорит Артем Юрьевич. Для того, чтобы понять, надо созерцать. Это и просто, и очень сложно одновременно. Такая философия отвечает моему пониманию пейзажа. И потому художник откликается на приглашение посетить Тибет и сделать несколько картин для дома Рериха. Путешествие в полторы тысячи километров с этюдником в руках и подъемом на 5700 метров над уровнем моря. Так родилась серия полотен, главная мысль которых – подумать о вечном. Каждый художник по-своему философ. Если он умеет проникнуть в глубину явления или в глубину человеческой души, вот каким нужно быть человеком, чтобы оказаться в тех условиях, чтобы вынести что-то оттуда полезное не только для себя, но и для людей, которым вы потом предоставите свое творчество. Я изначально прочитал очень много книг. Я был заинтересован этим. Заинтересован культурой, заинтересован какими-то религиозно-философскими течениями. Мне это захотелось просто все увидеть своими глазами. А когда ты уже подготовлен, у тебя уже срабатывает какая-то интуиция. То есть ты уже не мыслишь, а интуитивно все воспринимаешь. Воспринимаешь напрямую сразу, в сердце, в душу идет. Объяснить сразу словами, как это происходит, очень тяжело. Это действительно сначала надо пройти определенный какой-то опыт. Когда мы видим прекрасное произведение, оно вызывает в нас все лучшее, писал Николай Рерих. И как радостно мы должны приветствовать тех, которые волей судеб могут вносить в жизнь прекрасное. Редактор субтитров А.Семкин